Как стать избранным? В этой притче есть поразительно чаще всего ускользающая деталь. Кто такие званные? Господь говорит, много званых, мало избранных. Званные все. Все люди позваны Богом в свое царство. На свой пир. У Матфея это свадебный пир сына царя, то есть наследника престола. А избранные это те, кто решили прийти. Обычно избранные это те, кого избирают. Пришли 10 человек, а избирающий говорит, ты, ты, ты и ты. Я вас пускаю, а вы идите отсюда. Вот в нашей обычной человеческой такой логике это так. А в логике этой притчи, то есть в логике Христовой это не так. Господь сказал, все приходите. А человек сказал, я приду, я приду и я приду. И они избранные. То есть стать избранным это просто решить жить по заповедям Божьим. И ты становишься избранным. В таинстве крещения, в чине оглашения, которому предшествует, в четвертой, по-моему, молитве заклинательной, есть такие слова. Человек пришел креститься, священник о нем молится и говорит, ты, Господи, дал ему власть вечной жизни. Удивительные слова. Апостол Павел говорит, оброк греха смерть, а вечная жизнь дар во Христе Иисусе Господе нашим. Господь подарил тебе вечную жизнь. Он каждому подарил вечную жизнь. А вот власть, взять ее или отказаться, вот та самая власть, стать избранным или не стать им, она в моих руках. Если я хочу жить, как Христов человек, отложить ветхого и облечься в нового, то я им буду, я и буду избранный. Тогда я буду среди тех, кого избрал Господь. Решение за мной. Решение за мной.